Телеграм-канал промышленного района Самары сообщает, что в школе номер 49 прошла торжественная церемония открытия парты Героя в честь ветерана военной контрразведки Константина Стычкова. С приветственным словом к присутствующим обратились директор школы Наталья Вершинина, почетные гости, вдова ветерана Таисия Стычкова, представители ветеранских и общественных организаций. Память всех героев, участников великих сражений во имя Родины почтили минуты молчания. Право первым сесть за парту Героя было предоставлено Никите Курушину, председателю совета старшеклассников, руководителю юнормейского отряда хранителя памяти. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает о шести простых способах обезопасить свои данные в интернете. Нужно использовать двухфакторную аутентификацию. Даже если злоумышленники узнают ваш логин и пароль, им нужно будет ввести код из смс, а сообщение придет на ваш телефон. Всегда выходите за аккаунтов, нужно не просто закрыть вкладку, а именно выйти из профиля. Мошенник может предложить скидку в фальшивом интернет-магазине, узнав, что вы заходили на сайт товаров для дома. Меньше сообщайте о себе в сети. Регистрируясь там, заполняйте только обязательные поля профиля. Не делитесь конкретными геолокациями. Максимум – страна или город. Удаляйте файлы Куки. Это отрывки текста, с помощью которых сайт сохраняет данные о ваших посещениях. Используя файлы, мошенники могут зайти, например, в ваш профиль в соцсетях и рассылать спам-сообщения. Удалить Куки можно в настройках браузера, например, в разделах «Конфиденциальность» или «Безопасность». Проверяйте настройки и разрешение телефона. Приложения запрашивают доступ к микрофону, камере, иногда к геолокации или фотоальбомам. Это бывает оправданно, например, для приложения с видеозвонками. Но лучше не разрешать использовать свои данные без необходимости. Используйте сложные пароли и не подключайтесь к бесплатным общедоступным точкам Wi-Fi. Мошенники могут маскировать названия своих сетей под городские скверы или торговые центры, чтобы получить доступ к чужому смартфону. Телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики Самары сообщает, что в городе пройдет фортепиан на исполнительская лаборатория Натальи Богдановой. Событие состоится 31 марта в детской музыкальной школе имени Дмитрия Шостаковича в рамках проекта «Школы развития одаренных детей и талантливой молодежи в сфере музыкально-исполнительской деятельности». Наталья Богданова – декан факультета фортепиана, заведующая кафедрой специального фортепиана Центральной музыкальной школы, Академии исполнительского искусства, солистка МОЗ-концерта. Участников и слушателей мастер-классов ждут в концертном зале школы по адресу Чапаевская, 80. Субтитры создавал DimaTorzok